МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. Администрацию проблемного городищенского района собираются усилить опытными профессионалами из мэрии Волгограда. Волгоградские полицейские фиксируют рост числа преступлений и связывают это с тяжелой экономической ситуацией в городе. Компания концессии водоснабжения подвела итоги общегородского конкурса школьных сочинений на тему «Берегите воду». Пятеро жителей Волжского и Волгограда, объединившись, обманули банковскую систему на 1 миллиард рублей. Группа граждан попалась на системном мошенничестве с кредитами. Теперь в отношении тех, кому удавалось какое-то время обманывать банки, возбуждено 9 уголовных дел. По версии оперативников, организатором группы является 49-летний житель города Волжского, руководитель двух коммерческих предприятий, осуществляющих грузовые перевозки и деятельность по разработке каменных карьеров. Также в группу входили 34-летние юристы, двое бывших руководителей этих предприятий, а также житель Волгограда, ранее работавший в двух крупных банках. Было установлено, что члены этой группы на протяжении двух лет для получения кредитов предоставляли в банке заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии организации. И таким образом совершили хищение денежных средств банков на сумму около 1 миллиарда рублей. Организатор преступной группы и еще один ее участник помещены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Причину увеличения общего числа преступлений, совершенных в Волгограде за прошедший год, сегодня на заседании городской думы назвал начальник управления МВД по Волгограду Андрей Сицкий. В осложнении оперативную обстановку свою влепту вынесла и неблагоприятная социально-экономическая ситуация в городе. Продолжается тенденция к сокращению количества рабочих мест на предприятиях города Волгограда. При этом прослеживается четкая тенденция роста количества совершенных имущественных преступлений с 7859 до 10806, то есть плюс 2947 преступлений. В 2015 году в полиции Волгограда зафиксировали на 25% больше преступлений, чем в прошлом году. Бывший замглавы администрации Волгограда Сергей Сиваконь в ближайшее время будет назначен на должность первого заместителя главы администрации Городичинского района. На этой неделе чиновник, который курировал сферу ЖКХ, по собственному желанию покинул пост замглавы администрации Волгограда. В руководстве региона считают, что опыт работы Сергея Сиваконя может быть востребован при наведении порядка в проблемном Городичинском районе, который в последнее время сотрясали коррупционные и политические скандалы. Только за последние дни в Волгограде в автоавариях около мест захоронений погибло две пожилых женщины. С разницей в день они спешили навестить усопших родственников по зебре на улице Неждановой. Но сначала бортовая газеля, затем масс, превысив скорость, не дали им шансов выжить. В связи с приближением пасхальных праздников наблюдается тенденция увеличения количества пешеходов на пешеходных переходах у кладбищ и храмов. Здесь наша задача обозначить проблему, призвать водителей к соблюдению правил дорожного движения, также напомнить пешеходам о том, что при переходе проезжей части через пешеходный переход нужно быть предельно внимательным. С начала года на дорогах Волгограда погибло 11 пешеходов. И это число, означающее 11 человеческих жизней, значительно превышает цифры статистики за аналогичный период прошлого года. Сегодня в Волгограде наградили победителей общегородского конкурса сочинений на тему «Берегите воду». Проводился он среди учеников с 1 по 7 класс. Организатором выступила компания концессии водоснабжения. Дети подошли к написанию сочинения о воде очень креативно. На суд жюри поступило свыше 150 разных работ. В итоге жюри выбрало по три победителя в двух возрастных категориях. Качество работ изумительное. В общем-то, целая комиссия в течение нескольких дней осуществляла отбор наилучших. Работа не из легких оказалась. Но, тем не менее, были выбраны лучшие работы. Хочется еще отметить, что практически все сочинения на данную тему по поводу воды отличались особой искренностью, такой детской непосредственностью, которая, в общем-то, нас повергла просто вот в такое удивление, очарование от этих работ. Не было границ, собственно говоря. Вода же, она заменяет воздух. То же самое, воздух, мы не можем без него жить, а без воды человек не может прожить и двух дней. И если даже воды, если мы будем так обращаться с ней, то вода может и иссякнуть из всех рек. И Волга тоже может. Компании концессии водоснабжения намерены и дальше поощрять в детях творческое начало и работать над тем, чтобы каждый осознал, насколько важна вода для жизни. На этом все. До свидания.